Друзья мои, братья, сёстры, вместе с вами я хочу сказать слава нашему Господу. У евреев, когда они поздравляют друг друга, у них есть такая фраза хорошей записи на небесах. Это пожелание каждому. И действительно, там у Бога пишется памятная книга. Книга дневных записей. И прошлый год мы с вами все были писатели. Мы писали каждой свою книгу. И мое пожелание хорошей записи в новом году. Пусть мы каждый день прочитываем, что мы записали в этом дне. И чтобы нам приобреть сердце мудрое. Да благословит нас всех Господь. Сегодня для моей проповеди я остановился на одном месте Священного Писания. Это будет Осия, 10 глава, 12 стих. Сейте себе в правду и пожнёте милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придёт, с дождём пролил на вас правду. В этом коротком стихе я сначала одну тему, а потом подумал здесь, и, в принципе, можно для беседы поднять три темы. Сейте в правду, распахивайте у себя на вину, время взыскать Господа. Ну и четвёртое, Он придёт, чтобы пролить правду. Ну, я не смогу все эти четыре темы поднять, хотя бы одну тему осветить или две. Но здесь мы видим в этом коротком стихе обращение три раза именно к нам. Сейте себе. Распахивайте у себя на вину. Ну и третий раз Он прольёт на вас дождь. Это ко всем нам обращение. Сейте себе в правду. Оказывается, сейте себе в правду. В одном из переводов написано «сейте в праведность». Но чтобы сеять, на твёрдую почву не сеют. Потому что на твёрдой почве ничего не растёт. И Священное Писание очень часто сравнивает наш человеческий дух как поле, а семя – это как Слово Божие. И здесь вот, чтобы посеять, Он предлагает распахать. Распашите у себя на вину. Многие, особенно молодёжь, мы, пожилые, знаем, что такое на вина, что такое целина. А молодёжь, может быть, и не знают этого. На вина – это свежеподнятая целина. Это где никогда ничего не росло полезного, кроме сорняков. Сплошная трава. Я не знаю, как вы, но у нас, там в Сибири я наблюдал, как большой трактор идёт, тянет за собой специальный плуг, который режет такие пласты, наверное, может быть, полметра, и глубиной где-то 20-25 сантиметров вот эту плодородную почву. И вот как здесь вот траву скатывают рулонами, то там вот такой вот длинный рулон идёт. И они эту землю переворачивают полностью такими длинными пластами. И когда они это сделают, чёрная земля. Ни травы, как будто там и не было. И вот оставляют эту на вину или до осени, или до следующего года, чтобы потом распахать её. И вот тогда такие диски металлические, острые, ими начинают резать, ими начинают разрыхлять, ими начинают культивировать. В этой на вине, пока она там перевёрнута, всё то, что вот эти сорняки, они перегнивают. Они там умирают. Что-то подобное происходит вот в жизни, когда человек приходит к Богу. Бог забывает всё, Он прощает всё вот это, всё то, что прошлое, все сорняки эти. Он прощает. И человек как с нового листа. Но если так оставить, и если не распахивать, то через год-два она опять зарастёт всё. Ещё хуже, ещё больше. То для того, чтобы она принесла плод, необходимо распахивать эту на вину. И тогда человек пускает эти острые диски, чтобы размолоть, разрыхлить, сделать мягкой, плодородной, чтобы быть способным принять даже эту влагу. Потому что сколько ты не лей воды на твёрдую почву, она просто стекает, она не имеет способности проникать туда, и семя там не может расти. Оно не может принести плода. Но вот когда человек распахивает у себя эту на вину, это поле сердечное, то тогда есть возможность туда сеять что-то доброе. И вот здесь Бог говорит, сейте у себя в правду. Сейте у себя в праведность. Что же за правда эта? Люди сегодня ищут правды. Ищут и, к великому сожалению, здесь на земле этой правды. Трудно найти. Я когда приехал в Америку, купил дом, и через Риалтера всё это Тайтл Компани. А оказалось, что я прожил три месяца или четыре. Оказался это Драгхаус. И мне начали идти билы, штраф за то, что я живу в Драгхаусе. Я начал объяснять, пытался объяснить, что я не виноват. Я купил дом. Я только что купил. Ну, равносильно, как вы купили машину, и вас остановили, и говорят, вашей машиной был сбил человек, и мы вас садим. За что? А потому что мы тебя в этой машине взяли. Вот такая картина у меня была. И я пять лет. Лойер, которого я нанял, он сказал, у тебя беспроигрышный вариант. Пять лет, пять лет ходили, добивались правды, и мы не добились. Пришлось все полностью брать на себя. Всю эту вину и делать. Потому что здесь на земле нет правды. Но где эту правду найти? Даниил говорит, 9 глава, 7 стих, у тебя, Господи, правда. Только у Господа правда. А у нас, у людей, он дальше говорит, а на наших лицах стыд. Больше ничего нету. К великому сожалению, у некоторых на лицах и того даже нету. Но только у Бога правда. Псалмопевец Давид, 118-й Псалом, 138-й стих говорит, откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина. 118-й Псалом, 142-й. Правда твоя, правда, правда вечная, Божья правда, она не приходящая, она не кончается. И если где можно найти правду, это только у Бога, только в Нем правда. Сеять в правду, сеять в правду, это значит поступать по Слову Божию, по закону Божию. Да, Старый Завет, он говорил, око за око, зуб за зуб. Это не значит, что так надо было делать, но человечество, вот в своей злобе, гордости, то могли даже позволить, если кому-то выбили зуб, пришел, убил его, то закон ограничивал и говорил, ты только можешь зуб выбить, не больше, не больше, око за око, зуб за зуб. то Иисус Христос, Он пришел в этот мир, мы сейчас празднуем праздник, Его прихода на эту землю, Он пришел на эту землю и принес новый революционный метод борьбы, как побеждать зло. Иоанн говорит, 16 глава, 8 стих, Он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Он пришел, чтобы показать эту истинную правду, в чем она сокрыта. И мы знаем все Нагорную проповедь, где сам Иисус Христос, Он принес эту правду и в Нагорной проповеди Он оглашает весь этот закон той правды, которую нам необходимо сеять. Матфея 5 глава 44 стих. Мы читаем такие слова. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Как-то я работал там в Сибири еще и одно время каждую неделю в местной газете критиковали все христианство. Особенно баптистов, потому что там были отделенные баптисты, они сдали паспорта, забрали детей из школ. Говорят, мы не можем учить наших детей в коммунистической школе, где кроме, ну, вы все знаете, чему там учили и как учили. И в местной газете постоянно каждую неделю критика, критика, ну, на все христианство. А у нас устроилась одна татарка в нашем, в наш цех, и она узнала, что я баптист, как она поносила там. И на расстоянии я прохожу мимо, она вдогонку кричит, ах, ты такой-сякой, а не дай бог, если где-то там группа стоит, и я подойду что-то спросить или еще что-то. Она сразу переходила в крик и всячески поносила, обзывала, материла. И я уже не знал, думаю, что делать, Господи, что бы ей такое сделать, чтобы она замолчала, чтобы она перестала. И однажды в собрании я слышу это место Священного Писания, и оно как-то особо проговорило ко мне этот новый метод борьбы. И я придел в сердце своем, я буду благословлять ее, потому что Писание говорит, а я говорю вам, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящих вас. Я принял это решение и сказал, Господи, помоги мне так и делать. И всякий раз, когда я открывал двери цеха, и если вижу, она там стоит, я начинал, Господи, благослови Иру, Господи, благослови, ты сказал, благословляйте проклинающих вас. Я стою на позицию Слова Твое, оно верно. И что вы думаете, в конце недели на моих глазах она на фарклифте работала, она взяла покрашенные уже нагреватели и разваливает передо мной, как-то получилось неудачно так. И у меня сначала мысль, так тебе и надо, а потом, не, я же молился, Господи, я подбежал к ней, давай помогать. Ира, что случилось, давай я тебе помогу. Мы укладываем, она всячески задом поворачивается спиной ко мне, чтобы дать знать, молчит, но боится, что начальник увидит и готова меня оттолкнуть, но в то же время не против, чтобы я ей помог. Мы сложили все. я иду с обеда и опять вижу на глазах моих картину, она назад сдавала и ударяет по такой же пачке и разваливает уже покрашенные нагреватели. Она выскакивает, значит, и я тут подбегаю. Ира, давай я тебе помогу. Ну, помог. Она с трудом выдавила. Спасибо. Трудно ей было это сделать. И в конце смены, когда нужно было уже порядок навести, сделать все, она, значит, опять взяла уже легкие, просто кожуха и их очень надо аккуратно вести. Она поторопилась быстро на повороте раз, и оно как все полетело и опять на моих глазах. Я прибежал к ней, Ира, давай я тебе помогу, что случилось, что случилось? И мы быстро сложили. Она боится, что значит, я говорю, давай сложим, а там ОТК разберется, что перекрасит, и что вы думаете? Больше я ни разу не слышал этих проклятий, которые она говорила в мой адрес, потому что Слово Божие верное. Когда ты сеешь в правду, когда ты сеешь в правду, ты пожнешь, ты пожнешь то, что Бог говорит, пожнешь дождь благословения. И после того, больше даже, она стала ко мне заходить, я дежурным электриком работал, заходить стала ко мне в комнату и задавать вопрос, Иван Иванович, а правда говорят за вас? Иван Иванович, а это? И вы знаете, сердце ее поменялось, поменялось полностью, только потому, что я принял Слово Божие, которое говорит, сеете в правду, сейте в правду или в праведность сейте. И Слово Божие, оно очень живо и действенно. 1 Иоанна 3, глава 7 стих. Дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен. Жить по правде, жить по Слову Божию, это самое сильное, это самая мощная проповедь, и если ты даже не можешь языком проповедовать красиво, но если ты живешь по правде, это всегда заденет твоего соседа, брата или окружающих. Это очень важно. Деяние 10 глава 35 стих. Но во всяком народе, боящийся его поступающий по правде, приятен ему, по правде. Правда есть человеческая, но есть правда Божья, Божья правда, которая приходит от Бога. притча 22 глава, 8 стих. А сеющий в неправду пожнет трость и гнев. как важно сеять в правду. Хотя эта правда горькая правда, хотя эта правда она иногда даже против нас и нам хочется как-то спрятать, сказать, как-то по-другому, чтобы себя выгородить. Но когда мы сеем в правду, мы пожинаем то, что говорит Священное Писание, мы пожинаем ту благодать, которая проливается дождем, как бы дождем на каждого из нас. Галатам 6 глава, 8 стих мы читаем «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Как это важно, дорогие друзья, потому что мы христиане, мы для этого призваны. Мы призваны и Бог говорит «Сейте себе в правду». То есть мы не должны как бы воспитывать другого. Мы сегодня в первой проповеди слушали два человека зашли в храм и один молится так, а другой так. Один говорит «Благодарю, я вот такой, а другой бия себе в грудь». Говорит «Будь милостив ко мне». И поэтому Священное Писание говорит «Сейте себе в правду, распахивайте у себя на вино свое сердце. Своё сердце надо разрыхлять, размягчать, ударять какие-то сорняки. Конечно, с Божьей помощью. Иногда Бог, видя, что мы обрастаем чем-то, вот посылает вот эти диски такие, которыми он начинает молоть, начинает отрезать всё, что негудное, дробить это, чтобы разрыхлить наше сердце, то пусть Господь поможет нам, чтобы мы не ждали, когда Бог начнёт это делать, а делали сами. Распахивайте у себя на вину. Бог, простив нас, очистив нас, как бы снова в листа, но в жизни нашей, если мы не будем сеять, если не будем сеять доброе семя, оно зарастёт, оно станет опять, терния и волцы даст эта земля, ничего иного. Иисус Христос говорит о притче, и Он говорит о этой земной жизни, и Он говорит, вышел сеятель, посеял, а когда спали, пришёл враг и посеял. недоброе, злое посеял, то я иногда думаю, да, и в этом мире так оно и есть. Бог насадил доброе, вечное, но сегодня сеется это злое, о чём не стоит говорить, мы все видим, мы все знаем, и оно растёт, и придёт то время, когда Бог будет отделять. что мы сеем? Что нам нужно сеять? Ефесянам 4, 31, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Вот это ни в коем разе нельзя сеять, потому что и так этого достаточно в этом мире, и он говорит, у вас же да не будет так, да будет удалено всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, и со всякой злобою, да будут удалены от вас. Колоссянам мы читаем следующие места. Апостол Павел советует нам. А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлечившись ветхого человека, а теперь отложите. Этого худого так много в мире этом. Но мы, христиане, призваны по его изволению, мы призваны сеять добро. мы часто говорим у меня плохо в жизни, у меня в семье плохо, у меня плохие отношения с женой, плохие отношения в семье, с соседом и так далее. А вы пробовали сеять в правду? А вы пробовали сеять в праведность? Вы пробовали встать на позицию Слова Божия? и начать сеять в правду. Те слова, которые Бог предлагает нам, Нагорная проповедь, где Он говорит, как нам жить в этом мире, как нам поступать, как нам жить с окружающими, как дома жить, как вести себя. Попробуйте, и вы убедитесь, что это работает. Встаньте на позицию Слова Божия, оно работает. И тогда не надо будет приглашать мирителей, братьев и так далее, чтобы наладить мир. Сейте в правду, сейте в правду, и Бог прольет дождем благодати на вас. И дальше Он говорит 12 стихом, что нам надо сеять. Итак, облетитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные в милосердие, в благость, смиреномудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, и дальше приводит пример, даже если недостойный, может быть, в наших глазах, но Он говорит, как и Христос простил вас, так и вы. Мы многие, да и все, я думаю, недостойны этой милости Божьей, но Он простил нас, и Он приводит пример и говорит, вот так, снисходите друг к другу, сейте, сейте, вот эти добрые семена, кто-то сказал, я не помню, чьи это слова, Он говорил, садите только добрые саженцы, иначе никаких не сажайте, сажайте только добрые саженцы, сейте добрые, иначе ничего не сажайте, это так важно, благослови нас Господь. Экклесиаст 11 глава 6 стих, он обращаясь к нам говорит такие слова, утром сейте семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, утром сейте семя твое, сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, непрестанно, постоянно, заботьтесь об этом, если вы хотите пожинать что-то доброе, необходимо сеять, но для этого нужно приложить усилия, труд, нужно распахать, сначала разработать эту новину, потом распахать, разрыхлить, нужно приложить старание, само по себе оно не получается, само по себе только сорняки растут, и я удивляюсь, как это все в жизни в мире оно свидетельствует о том, что не так просто все это достается, эти сорняки никто их не сеет на наших огородах, но мы их устаем выпалывать, мух никто не разводит, но они тут как тут, возьмите пчелку, за которой столько нужно труда, ухода, зима, сырость, все это так надо организовать, чтобы они как-то перезимовали зиму, но худое оно само, само растет, потому что есть враг душ человеческий, который заинтересован в этом, поэтому помоги нам Господь, распахивайте у себя на вину, распахивайте у себя на вину и сеете себе в правду, все, что мы делаем, и иногда думаем, да ради этого, да этот человек не достоин того, чтобы я ему оказал добро, да разве он достоин, не, не, это не для него будет сделано доброе дело, для себя это будет, и когда вы посеете доброе, вы получите от Бога награду, я еще одно место прочитаю, и мы будем молиться, 2 Петра 3 глава 13 стих «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда». Если ты будешь сеять правду, она у тебя будет возрастать правда. И вот туда, на новое небо попадет только правда. Там не будет ничего худого, там будет только правда, где обитает правда. Поэтому благослови вас, Господь, братья, сестры, в новом году сеять только доброе, стараться сеять. Это не так просто, я понимаю, это не так просто, потому что это труд, это допота работа. Я знаю земледелие, но здесь вот Писание сравнивает и говорит, сейте себе вправду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет дождем, пролил на вас правду. И вот когда придет Господь, о чем мы уже прочитали, тогда правда соединится с правдой. И поэтому пусть Бог нас благословит в этом новом году стараться сеять и сеять только в правду, сеять правду. Благослови нас, Господь, мы сейчас склоняемся и молимся. Спасибо.